добрый день дорогие друзья вот в первая попытка подключения не удалась начнем со второй попытки итак вчера у нас закончился праздник тесах и пришло время нашего урока сейчас несколько секунд нужно подождать чтобы убедиться в том что мы подключены и что есть интернет последнее время с интернетом дело дело обстоят сложно всякий раз ускакивают всякие напоминания о том что нет подключения или оно плохое поэтому первые несколько секунд до одной минуты мы просто так вот разговариваем до разговариваем на всякие темы вы вернее даже не разговариваем мы просто тянем время и как только вот мне удастся убедиться что мы подсоединены я тогда начну уже реально общаться я понимаю что скорее всего большая часть людей видимо к этому уроку не очень может подключиться потому что если нас смотрят где-нибудь не в израиле то сегодня вне израиля по существу второй день праздника но я надеюсь на то что может быть есть кто-то в израиле смотрит или все остальные наверное посмотрит это уже в запись и так о чем я хотел сегодня поговорить я хотел поговорить о счете омера счет омера есть такое понятие счет омера и об этом много говорят и и растолковывают но повторение это хорошо поэтому я начну со следующего у нас есть три праздника паломничество на этом как бы основан календарь еврейский три праздника песах праздники схода шивот праздник дарования тары и суккот когда мы приходим землю израиля начинаем вот строить суку вот эти вот три праздника они так и называются шалош рогалим три праздника паломничество потому что полагалось в то время когда храм существовал приходить вирусали вот что интересно праздник песах но это все три праздника из тары там они указаны праздник песах имеет точную дату написано 15 день месяца на не сам праздник суккот тоже имеет точную дату написано 15 день месяца тишрей а вот с праздником шивот сложнее дело в том что нигде вторение указана дата когда нам праздновать праздник шивот а что сказано я тут заложил сказано что мы должны что мы должны считать считать дни то есть на исходе первого дня праздника песах то есть когда заканчивается первый день праздника песах это происходит ну в ночь значит с 15 ниссана на 16 ниссана вот заканчивается первый день праздничный день праздника песах когда существовал храм полагалось принести хлебную жертву вот эта хлебная жертва из нового урожая вот и появляются уже люди какие-то да добрый день добрый день 7 добрый день значит я напоминаю о том что я сегодня поговорю о счете омера и я рассказал о том что среди трех праздников паломничество пейсах шивот суккот самый непонятный в каком-то смысле слова это праздник шивот и праздник шивот он непонятен те он понятен вообще-то но он непонятен тем что на вторение указана дата этого праздника то есть и песох имеет дату и суккот имеет дату а шивот нет откуда же мы знаем, когда праздновать Шавуот, нам сказано, что мы должны считать. Со второго дня праздника Пейсах, то есть кончается первый день, начинается второй день, сразу как он заканчивается, было велено в тот момент, когда храм существовал, принести хлебную жертву из нового урожая злаков. Значит, люди уходили в поле, недалеко от Иерусалима, там косили эту самую рожь, и вот сноп брали от Иржи, сноп, это и назывался Омер, это вот сноп весом примерно в 3 килограмма. Вот его приносили в храм, обрабатывали, готовили муку из него, из муки делали лепешки, эти лепешки приносили на жертвенник. Вот это назывался хлебная жертва Омер, так она и называлась. И после этого новый урожай злаковый было разрешено употреблять. Так вот, с этого момента нужно было начинать счет, подсчет, считать дни. То есть, первый день от момента приносов Омера, второй день, третий день, четвертый день. И так нужно было отсчитать в 7 полных недель. Вот в книге Ваекра, Ваекра, вот он у меня есть, открыто, значит, глава 23, глава Эмор, значит, глава Ваекра, 23 глава, стих Бе. На следующий день от, ну, здесь написано слово Шаббат, но мы знаем, что от первого дня праздника, считайте себе, в тот момент, когда вы принесете вот этот самый Омер, 7 недель полных, чтобы у вас было. До следующего дня, вот когда заканчивается 7 недель полных, до следующего дня, это получается 50 дней. И вот, когда наступает 50 дней от момента принесения вот этого вот Омера, мы должны принести новую хлебную жертву Всевышнему. Так написано. Так вот, это вот новая хлебная жертва Всевышнего, и известно, что это такое, это два хлеба, причем квасных. Это и есть праздник Шавуод. Потому что, если мы посчитаем, вот с момента, с 16-го Ниссана, 50-й день выпадает на 6-е Сивана. 6-е Сивана, это как раз праздник Шавуод. И вот нам велено, что мы должны счет вести, и при помощи этого счета мы узнаем, когда у нас наступает этот праздник. Естественно, у меня возникает вопрос. Почему бы не указать точную дату этого праздника? Если указана дата Пейсаха, и сказано, сколько это длится, дата Суккот, и сколько это длится, да и другие праздники, и Рошана, и Йом-Кипур, там точно указывается, когда это происходит, в какой день месяца, и какой это месяц. И вдруг Шавуод единственный случай не указывается. И говорится, считать. Зачем? Вот зачем считать? Ну, наверное, надо. Наверное, надо. Причем это же указано в Таре. И поэтому вот счет Омера это заповедь из Тары. И даже, несмотря на то, что мы сегодня не приносим эту жертву Омера, мы не приносим хлебную жертву, потому что у нас нет храма, а счет остается. То есть счет, ну, там спорят, кто-то говорит, что это уже от наших мудрецов закон, а кто-то говорит, нет-нет, это вот счет Омера, он, конечно, связан с принесением этой жертвы, но он отдельный, и поэтому его нужно считать. Значит, чтобы понять, зачем нам нужно его считать, конечно же, мы обратимся к тексту в молитвеннике, в Сидуре. Значит, считается Омер с наступлением вечера, с наступлением ночи, то есть с нового дня. Новый день начинается, ночь, новый день. У евреев, как только ночь начинается, это значит новый день. И после вечерней молитвы есть текст, который сопровождает вот этот подсчет. Понятно, что этот текст от наших мудрецов, но интересно, что здесь сказано, потому что в этом тексте как бы реализуется суть, зачем мы считаем. Значит, здесь сказано следующее. Значит, от имени Всевышнего, его четырехбуквенного имени, Юд Гей Вав Гей, выражающая милосердие, сказано, что вот я готов и приглашен реализовать или осуществить заповедь делой, положительную заповедь, которая называется «Подсчет Омара», «Сферат Омара», так как мне заповедано в Таре». И дальше идет цитата, которую я вам сейчас привел. И отсчитайте себе на следующий день от первого дня праздника, с того момента, как вы принесете вот эту вот жертву Омер, семь полных недель. И у вас будет на 50-й день новая хлебная жертва. И сказано так, значит, и чтобы эта речь, это обращение к нам было призывом к действию, чтобы мы это действие выполнили. Это с этого начинается, потом идет благословение, благословение, ты думаешь о заповедующем, нам считать вот Омер. И дальше в конце написано, что «Господь, Ты приказал нам через нашего учителя Моше, через Твоего раба Моше, чтобы мы считали Омер». Для чего? Для того, чтобы мы очистились от нечистоты, клепотейн, от клепот, от шелухи, от ритуальной нечистоты, как ты писал в нашей таре, и посчитайте себе на завтра от дня праздника, от дня, когда вы приносите Омер, семь полных недель. Опять-таки, эта цитата идет. Для чего? Для того, чтобы за счет этого счета, чтобы мы очистили, исправили то, что мы повредили. И здесь написано в определенной сфере, сферот, десять сферот. Я не буду входить в эти подробности. Десять сферот, при помощи которых Всевышний творил мир. Так вот, видимо, когда мы живем и существуем в этом мире, мы что-то там нарушаем, делаем не то, и получается какой-то ущерб в этих сферот, и тогда божественный свет не может легко проникать сверху вниз в материальный мир. И вот, когда мы считаем, мы исправляем в той или иной сфере, мы что-то исправляем, и мы что-то обновляем. И вот, говорится, что благодаря этому счету, будет исправлено и очищено то, что мы вот нарушили где-то там. Получается, что вот этот счет помогает нам от чего-то очиститься, то есть, видимо, очистить какие-то сферот, связанные с нашим существованием, с нашей жизнью. И вот, когда мы очищаем эти сферот, мы начинаем медленно приближаться вот к этому празднику, празднику дарования Тары. И понятно, что вот люди в Египте, они рабы, потом их выводят оттуда, а потом их должны привезти к горе Синай, и на горе Синай им должны дать учение. И понятно, что они должны быть готовы к этому учению, потому что принять это учение, не просто поприсутствовать там, а принять его. И чтобы принять, их готовят. И поскольку мы были опущены в Египте на минус сорок девятую ступеньку нечистоты, так скажем, мы должны эти сорок девять ступенек, сорок девять, сорок девять дней подниматься. Подниматься и к пятидесятому дню поднимемся и придем к горе Синай, и там будем готовы принять божественное откровение и вот этот закон. Значит, получается, что подсчет Омара, вот этот подсчет, который мы ведем, это наша подготовка, это наше очищение. Замечательно. Очень хорошо. Вот я это вам сказал, вы это услышали, теперь у меня такой каверзный вопрос к вам. Не кажется ли вам это слишком легко? Допустим, если действительно человек совершает какие-то проступки, что-то делает не так, ну, скажем так, несознательно, не то, что он злодей, ну, если он злодей, то это вот уже все, это уже тогда плохо. Ну, все равно, и даже злодеи могут покаяться и повиниться и вернуться на путь исправления. И вот, чтобы получить все-таки тару, надо в себе что-то исправить, и мне говорят, знаете, это очень просто, ты вот просто каждый день считай. Вот, раз, два, три, вот сегодня первый день от того, что когда-то приносили омер, второй день, третий день, ну, и благодаря этому счету у тебя вот как раз начнется какое-то исправление. Странно. Легко. Легко. Ну, скажешь, ну да, действительно. Я всегда думал, что исправление связано с теми усилиями, которые человек проявляет. То есть, я понимаю, был храм, когда-то был храм, да, даст Бог, он и будет. И когда человек совершал какой-то непреднамеренный грех, совершал непреднамеренный, случайный, он мог его исправить через жертвоприношение. Он приносил в храм что-то, что на его он исповедовался и потом это вот что-то кошерное на его глазах убивалось и приносилось в жертву и он, видимо, испытывал, глядя на это, какие-то и это его исправляло. То есть, вот тот грех, который он совершил, он исправлялся каким-то образом. Я понимаю, но это храм. Храм это дело сложное, да, там было божественное присутствие явно открытое и там была другая связь со Всевышним, но теперь храма нет. И понятно, что чтобы что-то исправить, мне нужно приложить какие-то усилия, нужно измениться. И как говорил Рамбам, недостаточно просто осознать, что я что-то плохое сделал. Нужно попытаться исправить то, что возможно исправить. И если ты снова угодил в ту же ситуацию, нужно устоять, нужно не согрешить еще раз. То есть, понимаете, человек должен действовать, он должен что-то сделать, какие-то усилия предпринять и внутренние, и внешние, тогда он исправляется. А тут вот тебе на, вот считай и все будет хорошо. Вот как это понимать? Или это просто нас заманивают, нам говорят, обязательно исправиться, и причем вот такая-то сфера, и такая-то сфера, и такое-то качество, и такое-то качество, они известны, какие качества связаны с той или иной сферой. Считай, и все будет хорошо. И некоторые, наверное, наивные ребята думают, действительно, да, вот я буду считать, и я подойду, сам факт того, что человек уже считает, это уже хорошо, значит, он уже внутри процесса, значит, он уже готовится к чему-то, к дарованию тары, он уже готовится, он уже думает об этом, потому что есть такие, которые даже не считают, даже раз, два, три, четыре, пять не считают. Это хуже, это хуже. И все-таки вопрос мой остается, каким образом я не склонен сомневаться в том, что написано в Сидуре, нет, конечно, видимо, что-то исправляется, но как, каким образом, только потому, что я считаю или еще почему-то? Вот на этот вопрос я хочу ответить. Я понимаю, что когда Всевышний нас вывел из Египта, и он нас вел все это время к горе Синай, он сам занимался нашим исправлением, и с нами случались всякие события совершенно чудесные, там море раступилось, ман с неба падал, войну с Амалеком мы чудесным образом выиграли, то есть происходили, вода вдруг из камня лилась, то есть происходили как некие события, которые мы воспринимали как чудеса, и понятно, что Всевышний оказывал на нас влияние и готовил нас к стоянию горы Синай, но это было один-единственный раз. Ну и потом понятно, что в пустыне на протяжении 40 лет мы никаких праздников не справляли, а вот с Феррата Омер ведь когда нужно считать Омер начинать? Когда мы придем в землю Израиля, когда мы окажемся в реальной ситуации, и тогда, конечно же, Всевышний скрывается, и не будет явно присутствия, хотя вот храм будет, и вот это вот, видимо, этот счет Омера наряду с наличием храма, наверное, создавал какие-то предпосылки для исправления, но сейчас даже и храма нет, а счет остается. Значит, видимо, в этом процессе или в этом требовании заложено что-то очень важное. Вот что я хочу ответить на этот вопрос? Что сегодня? Почему сегодня, считая Омер, я совершаю некое внутреннее исправление? И в чем оно? Ведь очень важно понять, когда я говорю слово исправление, что я имею сегодня? сейчас ввиду под этим словом. И чтобы ответить на этот вопрос, я сейчас начну говорить о чем-то другом. Казалось бы, совершенно о другом, но вполне возможно, что в конце я вернусь к этому вопросу. Я хочу с вами поговорить о таком замечательном еврейском празднике, как праздник Ханука. Ну, праздник Ханука это праздник не из старых, это праздник от наших мудрецов, а в основном он зимой, в декабре происходит, и мы знаем, что он связан с чудом света, и мы прекрасно понимаем и помним, что вот зажигаем свечечки, вот одну, две, три, четыре, пять, песни поем, радуемся, вот всякие пончики едим на масле приготовленные, вот праздник Ханука, и мы знаем, чем он связан, с тем, с обновлением храма и так далее, и тому подобное. Так вот, наверное, не открою вам тайну, когда скажу, что в свое время, в первом веке до нашей эры, были две великие законодательные школы, школа Шамая и школа Гилеля. Они спорили между собой, но тогда еще не было вот таких записанных жестких установлений, Мишна появляется еще лет через 200. Так вот, эти две школы спорили по поводу того, каким образом зажигать ханукальные свечи. Шамай говорил так, в первый день Хануки нужно зажечь восемь свечей, во второй день семь, потом шесть, пять, четыре, три, две, и в конце одну свечку. Так говорил Шамай и представители его школы. Гилель говорил по-другому. Он говорил так, что в первый день мы зажигаем одну свечку, потом вторую, потом третью и так далее до восьми. То есть, Гилель требовал, чтобы количество свечей увеличивалось, а Шамай требовал, чтобы количество свечей уменьшалось. Почему я заговорил об этом? То есть, в жизни есть два вида отчета. Вот отчет Гилеля от единицы к восьми, это такой прямой счет, и отчет Шамая. От конца к началу. От восьмой к первой. Восемь, семь, шесть, пять и так далее. Два отсчета. Чем они отличаются? Чем отличается счет Шамая и счет Гилеля? Аллаха, закон у нас, как сказал Гилель. То есть, мы одну, две, три и так далее. Но это не значит, что то, что сказал Шамай, неправильно. Нет. Просто закон идет по Гилелю. Почему? Другой вопрос. Давайте ответим себе на простой вопрос. Чем отличается прямой счет от обратного счета? Давайте вспомним, когда у нас в жизни обратный счет случается. Когда мы смотрим всякие фильмы про террористов, и они включают взрывное устройство, там всегда идет обратный отчет. До взрыва осталось там десять минут, девять, восемь, семь, и ба-бах, взрыв. То есть, вот этот, когда стартует космический корабль, тоже идет обратный счет. Да? До старта осталось там четырнадцать минут, тринадцать, двенадцать и так далее. И потом старт. Обратный счет идет. Когда дают наркоз, тоже идет обратный счет. Говорят, давай считай от десяти до одного, и все, и будет все хорошо. Во всех остальных случаях идет прямой счет. Нормальный прямой счет. Раз, два, три, четыре дня. Дни недели идут нормально. Так вот, почему когда-то считает обратный счет, включается обратный счет, когда-то включается прямой счет. Я для себя это определил так. Если событие, которое мы ожидаем, случится точно, то есть, оно неизбежно, оно будет все сто процентов. Ну, ладно, девяносто девять и девять десятых процентов, 0,1 процентов оставим. Если событие неизбежное, и мы знаем, что оно наступит, и мы его ждем, мы его, мы живем этим событием, то включается обратный счет. То есть, мы отходим от этой жизни и приближаемся к тому событию. Мы смотрим, сколько осталось до того события. То событие, которое мы ожидаем, и которое неминуемо произойдет, оно стоит во главе угла. И тогда включается обратный счет. Мы отказываемся от нынешнего существования и ожидаем будущее, которое наверняка наступит. И тогда включается обратный счет. Прямой счет включается в другом случае. Когда мы надеемся, что что-то случится, мы не знаем, случится или нет, мы предполагаем, что это случится. И мы это ожидаем, и мы к этому движемся. Но мы движемся, увеличивая личный жизненный опыт. Вот сегодня я такой, потом я такой, потом еще, 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 и когда-нибудь я приду вот к этому. Но со всем своим грузом, со всей поклажей. То есть, когда идет прямой счет, то современная жизнь, вот жизнь сейчас, она очень важна. Хотя будущее не исключается, но важно то, что с мной происходит сейчас. Обратный счет говорит о будущем, я живу будущим, прямой счет говорит о том, что я живу сейчас, здесь и сейчас. Почему я об этом заговорил? Дело в том, что по логике вещей счет Омера должен быть обратным счетом. Почему я это так говорю? Потому что точно известно то событие, к которому мы идем. Всевышний четко и ясно нам говорит, он еще Муше это говорил, вот ты выведешь народ, для того, чтобы они пошли и служили мне у этой горы. Вот выведешь народ, это Песах, служили у этой горы, это Шавуот. Соответственно, мы уже знаем то событие, то событие на сто процентов будет. И то событие гораздо важнее, потому что мы выходим для того, чтобы служить. Не сам выход для нас важен, а выход это условия нашего служения, но акцент на служении. Поэтому, конечно же, мы должны считать обратно. То есть, мы должны считать семь недель, вот эти пятьдесят дней в обратном счете. То есть, сорок девять, сорок восемь и так далее, по убывающей. И, в конце концов, мы приходим в точку, где должно случиться вот это самое великое событие, которое можно себе представить. Божественное откровение и дарование Тары. Выше этого ничего не было и вряд ли будет. Поэтому здесь должен был быть обратный счет по школе Шамая. Но почему-то наши мудрецы говорят, нет, прямой счет. Почему? Почему прямой счет? Разве исход самое важное? Нет, дарование Тары самое важное. Исход это условие, а дарование Тары это главное. Но они говорят, нет, прямой счет. А что нам дает прямой счет? Прямой счет нас все время оставляет в этой жизни, и более того, он эту жизнь увеличивает. Вот она была отсчитана единицей, потом двойкой, потом тройкой. То есть мы по возрастающей нагружаем себя этой жизнью, чтобы принести ее, эту жизнь, в определенную точку. И вот что интересно. Когда мы считаем Омер и читаем все эти молитвы, которые там необходимы, там есть один псалм, 67-й псалм, который мы читаем. Значит, мы после благословения говорим, какой сегодня день Омера, и дальше мы читаем 67-й псалм. И вот это очень коротенький псалм. О чем он говорит? Смотрите, что здесь написано. Мы уповаем на то, пусть помилует нас Бог и благословит нас, и явит нам светлое свое лицо. И дальше. «Чтобы знали на земле путь твой среди всех народов спасение твое. Прославят тебя народы, все народы. Радоваться и ликовать будут народы, ибо ты судишь народы справедливо, и племена на земле наставляешь. Прославят тебя народы Божий прославят тебя все народы. Земля дала урожай свой, благословит нас Бог наш». И так далее. Идет речь о том, что вот событие, которое мы ожидаем, оно не наше частное, оно не наше личное. Хотя Омер считаю я. И очищаюсь я. И тара дается нашему народу. Однако 67-й псалм, который мы включаем, который включили наши мудрецы в этот текст, говорит о благословении всего мира, о благословении всех народов. Все включается. То есть мы не то, что отходим от этой жизни, уединяемся, берем только себе. Мы говорим нет, то, что мы сейчас получим, будет для всех. Это такой расширительный процесс. Через меня для всех. И тут я понимаю, что прямой счет Омера, связанный с исправлением, означает следующее. Я, чтобы себя исправить, не отчуждаюсь от жизни, не отталкиваюсь от нее, не отстраняюсь, а наоборот, я пытаюсь осознать сегодняшнее мое существование, где я нахожусь, что я делаю. Я вижу, как материальность прибавляется от 1 до 49, ее становится больше, и она всегда больше, когда человек живет, он всегда обрастает материальными подробностями. То есть исправление начинается не с того, что я отказываюсь от этой жизни и думаю, что тем самым могу себя уберечь от каких-то искушений. Нет. Я наоборот ухожу в эту жизнь. Я живу полнотой, полной полнотой, живу полной жизнью. И вот эта полнота жизни и есть начало исправления. Я должен осмыслить нынешнее свое существование, а не отказаться от якобы вещей, которые меня смущают или меня хотят свернуть с пути моего. Нет. Вот все, что сейчас со мной происходит, это и есть моя реальная жизнь. И я в этом начинаю исправляться. И в этом будет помощь Всевышнего для моего исправления. Поэтому, что когда я считаю Омер и прибавляю от дня ко дню, я говорю, что я иду по своей жизни, я набираю ее для того, чтобы всю ее принести к горе Синай, и там, там, на самом деле произойдет метаморфоза. Я ничего не должен оставлять, я должен все собрать с собой. Нет ничего лишнего на самом деле. Вся жизнь, в которой я живу, она не лишняя, она моя. Поэтому счет Омера это не просто вот я считаю и поэтому там Всевышний каким-то колдовством будет во мне какие-то вот исправлять штучки одну сферу в другой и очистит какие-то качества. Я думаю, что не так. Я думаю, что в Сферата Омер как раз есть констатация того, что жизнь, в которой я живу, которая вокруг меня, я ее все больше и больше начинаю осознавать. Осознавать. она важна для меня. Она и есть то, что нужно исправить. Я ее отовсюду собираю от единицы до пятидесяти, до полноты. И если в Мицраиме этот сбор жизни меня опускал в клепу, то есть в ритуальную нечистоту, то здесь благодаря Всевышнему я собираю то же самое. Буду это очищать, поднимать вверх. То есть мои усилия и усилия Всевышнего, мои усилия потому, что я живу в этой жизни, реально, и усилия Всевышнего мне неведомые, они помогут на самом деле поднять эту жизнь. И в этом вся суть иудаизма. Не отказ от жизни, а наоборот возвышение этой жизни. Чтобы возвысить эту жизнь, нужно в ней находиться. Вот это и есть счет омры для меня. И вот этому есть исправление. Жить реальной жизнью, понимать ее и сознавать, и уже там начинать действовать. Вот почему, казалось бы, необходимый обратный счет они привели в прямой счет. Другой смысл. Гелель прямой счет. Вот в наше время уже истекло. Я вам немножко рассказал об этом на самую малость. Для того, чтобы просто возбудить ваше воображение и показать, что вот этот счет омры это не какое-то не колдовство, не заклинание, а вполне достаточно реальный процесс. Я хочу посмотреть, может быть, какие-то вопросы есть кому-то ко мне, и я тогда на них отвечу. Здесь, значит, здороваются. Все здоровается, 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 здоровается. Главное здоровье. Да, главное здоровье это точно. Шалом. Хорошего дня для всех вас. Группова икра. Да, да, да. Хорошего дня. Так. У меня вопрос. Ферата Омар есть выделенные слова и буквы, например. Так, что во всерашнем счете сэлла и буквы первого ряда Банабыков. Что это значит? Спасибо. Ну, сэлла, на самом деле, сэлла всегда, когда в стихах, в песнопениях сэлла возникает, это сэлла, не видите, это скала переводится, но здесь оно означает не скала, а точка, точка, стоп, точка, да, и Анабыков, там есть буквы Алибет Гиммел, там есть всякие аббревиатуры, потому что это стихотворение Анабыков, оно, оно не простое, оно считается каббалистическим стихотворением, где есть 42 слова, это 42 буквы имени Всевышнего, и они определенным образом растолковывается, там ее написал Эль Кана, такой великий мудрец, и не входите в эти подробности, на самом деле они не нужны, просто старайтесь прочитывать этот текст внимательно, просто внимательно, знаете, здесь уже мы приходим к вопросам так называемой практически каббалы, которые мы не трогаем, и иногда даже прочитывание некоторых текстов внимательное, оно производит некое действие, вот давайте будем попасть на то, что вот читайте этот текст внимательно, Анна Байкох, просто внимательно, без всякого, и он будет работать сам за себя, сам за себя, потому что объяснять это, это нужен не один урок, это много, и это целая история, здоровается, 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 все, я вам желаю, ну вот, закончился праздник в Песах, подготовиться к празднику Шивот, вот у нас идет суббота уже, завтра суббота наступает, мы в этот раз читаем Йомашмини, да, мы читаем главу Йомашмини, хорошая глава, история двух старших сыновей Аарона, Надафи Авиху, очень интересная история, плюс там еще Кашрук будет рассказан, всего хорошего, внимательно читайте эти недельные главы, задавайте вопросы, буду рад с вами общаться, ну и все остальные, ну и не горюйте, не переживайте, используйте вот это вот время для того, чтобы каким-то образом духовно подниматься, я всем желаю хорошей субботы и главное здоровья, будьте здоровы и все ваши близкие, всего хорошего, до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok